Здравствуйте! Многие из нас уже общались с Алисой, Сирией или Google Ассистентом. Как вы уже поняли, речь сегодня пойдет о голосовых помощниках. Оказывается, и они могут быть совсем небезопасными. Эти сервисы дают ответ на каждый вопрос, комментируют каждое ваше слово. Схема их работы выглядит следующим образом. Как только вы обращаетесь к помощнику, начинается запись речи, которая мгновенно отправляется на сервер компании. Там переводится на машинный язык, и пользователю выдается наиболее подходящий результат. Разработчики честно признаются, что устройства могут слышать пользователи постоянно, чтобы в нужный момент распознать команду активации. К примеру, известный производитель электроники публично предупредил пользователей, что личная информация, сказанная вблизи умного телевизора с функцией голосового управления, может быть записана и передана третьим лицам. С появлением голосовых помощников появился и новый вид фишинга. Схема работает так. Вы просите помощника позвонить в компанию, номер которой вы не знаете, например, в банк. Сервис осуществляет поиск информации в интернете и предлагает соединить вас по номеру, оказавшемуся первым в списке результатов поиска. При этом выбор может быть ошибочным. И вместо того, чтобы позвонить в банк, вы можете выйти на связь с мошенником, который выдаст себя за сотрудника банка. Это возможно в случае, когда компании создают сайты-двойники и постоянно покупают рекламу внутри поисковой системы. Ни о чем не догадываясь, вы можете рассказать важную информацию о себе преступникам. Чтобы голосовой помощник не завел вас в сети мошенников, помните, что настоящим сотрудникам банка потребуется минимум информации для идентификации вас как клиента. Банковский служащий точно не попросит пароли и коды из СМС или информацию о трех цифрах, расположенных на обороте вашей карты. Итак, если вы решили пользоваться голосовым помощником, то советуем внести в список контактов на смартфоне все важные номера и использовать сервис голосового помощника для связи с абонентами из этого списка. И не забудьте установить ограничения в настройках голосового помощника на сбор и хранение данных.